40 миллионов рублей в день снимают мошенники со счетов россиян. Это только официальная статистика. Жительница Новосибирска должна банкам больше полутора миллионов рублей из-за злоумышленников, которые представляются специалистами службы поддержки кредитных организаций. По какой схеме они работают теперь, разбирался Дмитрий Антипов. Представляешь, мы с ним как два друга. Несколько недель назад Ольге позвонили и представились работниками банка. Схема классическая. Говорят, что на аккаунте происходят подозрительные действия. Кто-то пытается оформить на нее кредит. И дали инструкцию, как это предотвратить. Какие документы собирать, в какие банки идти. А для убедительности присылали фотографии удостоверений и документы с логотипами Банка России. Сказали под любой процент. И документы тут же прислали, что вот этот кредит я, допустим, взяла. И выложила деньги, положила деньги в ячейки, которые мне вот диктовал вот этот вот товарищ. Ну, я понимаю, что фотография-то не та. В результате Ольга, по сути, своими руками перевела деньги небольшими транзакциями по 30 тысяч на счета злоумышленников. В результате осталась должна банка миллион 600 тысяч рублей. И ежемесячно должна платить по кредитам больше 40 тысяч. Арини Колосовой предлагали то же самое. Но она вовремя почувствовала подвох и на схему с кредитами не согласилась. Правда, 100 тысяч рублей мошенникам все-таки перевела на якобы безопасный счет. Звонили в пятницу вечером в районе пяти. Это было 11 ноября. Они очень хотели помочь. Ну, то есть, якобы на моей карточке были какие-то активные действия в течение дня. И надо перевести деньги на другую безопасную карточку. И что еще мошенники подали заявку на кредит. Сейчас оба этих случая под контролем следователей и прокуроров. Ежедневно в органы правоохраны области обращаются около 20 жителей, у которых дистанционно под воздействием обмана похищаются денежные средства с банковских счетов. Часто сумма хищения превышает несколько миллионов рублей. Только за прошедшие сутки в органы внутренних дел области поступили заявления о 20 граждан, которым в совокупности причинен ущерб свыше 5 миллионов рублей. Как же защититься от мошенников? За советом мы обратились к специалистам Центробанка. Есть 5 простых правил кибербезопасности, соблюдая которые можно защитить свои деньги. Первое. Настороженно относитесь к телефонным звонкам, если речь идет о ваших деньгах. Сразу прекратите такой разговор и перезвоните на горячую линию банка по номеру телефона, указанному на оборотной стороне вашей банковской карты. Помните, важно набрать номер вручную, чтобы вновь не попасть на злоумышленника, так как они могут использовать функцию подмены номеров. Сегодня телефонные мошенники регулярно придумывают новые схемы для обмана людей. Урон, нанесенный ими, ежегодно измеряют миллиардами рублей. Если еще пару лет назад главным оружием злоумышленников была простая малограмотность в банковской сфере, то сейчас они уже перешли к полноценной социальной инженерии. Дмитрий Антипов, Новости ОТС.